Всем привет, господа ножманы! У меня в руках самый популярный нож на каждый день из Китая. Это, да, герой сегодняшнего обзора. И нет, это не крыса. По моим наблюдениям, таковым ножом на сегодняшний день является Прайл Бэнчмент Багаут. А вернее, его реплика. И в руках у меня реплика от некой китайской компании, которая называется Okknife. Вспомните своеобразную интерпретацию спайдерки от этой компании я вам показывал в одном из своих обзоров. Уж не знаю, сама компания делает эти ножи или где-то заказывает, но один факт остается непреложным. Я купил этот нож именно на их официальном, в их официальном, скажем так, интернет-магазине Okknife.net. В этом магазине представлены, собственно, как их своеобразные интерпретации известных ножей, так и вот такие вот, ну, более или менее весьма точные копии. Рукоять на этой версии сделана из карбона, обе плашки, причем сделана из реального, из настоящего карбона, а не из подламинированной под карбон G10. В это, конечно, мало верится, когда смотришь на стоимость этого ножа. 33 доллара стоит в обычные дни, вот сейчас идет какая-то распродажа, 5 дней она еще будет идти, передо мной сейчас открыт как раз таки сайт. 25 долларов 20 центов таковая стоимость этого ножа, глядя на которую, повторюсь, не верится, что рукоять ножа сделана из карбона. Ну и уж точно неправда, что клинок этого ножа сделан из стали S30V, как, собственно, заявлено на официальном сайте и как написано на клинке ножа. Думаю, в лучшем случае D2, скорее всего, 8 хром 13 молебден, либо 9 хром 14 молебден ванаде. Ну, про клинок мы чуть попозже, давайте продолжим про рукоять. Две плашки из карбона, разделенные бэкспейсером. Причем бэкспейсер, я думаю, что скорее всего алюминиевый, а не титановый, хотя не магнитится. На официальном сайте, опять же, смешно звучит официальный китайский сайт реплик, про материалы бэкспейсера ничего не говорится. Кстати, обратите внимание на то, как аккуратно сделан этот бэкспейсер. С краев к сняты фаски и особо мне понравилось, как эти фаски сняты не снаружи, а снутри. Ну и, собственно, все. И больше ничего в этой рукояти нету, кроме небольших квази-бэнчевских лайнеров. Если вы присмотритесь, вы увидите, что они так есть внутри, они стоят в районе замка, и они нужны ровно для того, чтобы, во-первых, мог функционировать замок, для того, чтобы опирались на что-то шайбы, между которыми ходит клинок, и, собственно говоря, ровно для того, чтобы сделать вот эту вот бэнчевскую насечку. Клинок, да, кажется, что здесь все-таки ходит между двух шайб. Я его не разбирал, хотя у меня очень чешутся руки его разобрать и обслужить, но пусть это сделает его будущий хозяин, потому что нож после обзора уедет в соседнюю Беларусь к своему заказчику, поэтому мне остается только гадать. С одной стороны, кажется, что это все-таки обоймы подшипников, но с другой стороны, судя вот по такой откровенно тяжелой механике, нож двигается между шайб. Причем между шайб, которые нуждаются в том, чтобы их оттуда изъяли, как минимум почистили и смазали, а то и притерли. Пока что не очень. Клинок вообще, ну вот так можно, если прям вот сильно. Ну да, можно в принципе даже, вот смотрите, уже прям начинает на глазах что-то происходить. Можно в принципе даже вот так разработать, лучше обслужить. И тогда с механикой будет шик, блеск, красота. Еще один недостаточек, который я заметил, может быть тоже приработается, а может все решится пересборкой ножа, это небольшой вертикальный люфтик у клинка, который практически после двух-трех качаний пропадает. Также он пропадет, если нож открыть и начать им что-то резать. Просто его куда-то упереть в поверхность, тогда замок, по всей видимости, по-китайски не очень точно сделанный. Может быть пока не приработавшийся, встанет на место и люфт вот этот пропадет. Ну вот сейчас его практически нет. Кто-то сейчас скажет, надо бы посмотреть, потестировать замок на складывание, подолбить вот этот вот идиотский тест провести, подолбить обухом об что-нибудь. Вот совершенно вообще не понимаю, нахрена долбить обухом и в какой работе понадобится долбить ножом о какой-то дрынке. Я уж тем более не понимаю, для чего этот тест проводить вот такому вот аккуратному, нереально, кстати сказать, легкому джентльменчику на каждый день. А нож действительно нереально легкий. Я не поверил своим ощущениям, когда его на распаковке взял в руки. Я, конечно, сейчас не помню массогабаритные характеристики оригинала. Оригинал мне довелось подержать в руках и в частности массовые характеристики. Мне просто интересно, тяжелее этот нож или нет. Но у этого ножа они следующие. При длине клинка 82 мм и общей длине 190 мм, ну, 189, если быть точнее, с копейками. Весит он, китайцы заявляют, что 60 грамм, но на самом деле, ребятушки, еще меньше. Прям вот так вот вам включу свои высокоточные весы для рыболовных приманок, чтобы вы оценили эти цифры. Вот прям глазами на это взглянули. 57,8 грамм. Просто идеальнейший, легчайший вариант, как мне кажется, для ежедневного ношения, особенно на летнюю одежду. Особенно, учитывая, конечно же, его вполне себе рабочие величины. Как клинка, так, собственно говоря, и рукояти. Ну, 82 мм. Причем 82 мм фактически полной годной рабочей длины клинка. Тут, конечно же, скрадывает немножко чойл. Ну, можно было бы сказать, что немножко шпенек, но шпенек не больше, чем чойл забирает. И при всем при этом, как минимум по ощущениям, вот как минимум по ощущениям, это все сделано чуть надежнее и в руках ощущается сильно приятнее, чем пластиковый оригинал, у которого, ну, моих сил, моей тщедушной руки хватало на то, чтобы вот так вот взять и свести две плашки одну к другой. Этому способствует и карбон, и, конечно же, тут и бэкспейсер жесткости придает. Ну, в этой стороне упорная втулка. Главным образом, конечно же, это плашки из карбона. Бэкспейсер выкрашенный здесь в синий цвет. Если мне не изменяет память, у них же на сайте черный бэкспейсер, черный клинок и черные шпеньки. Если это все-таки ангированный алюминий, то будет более или менее стойкое покрытие. Если это, ну, просто какое-то напыление, то оно довольно-таки быстро сотрется, точно так же, как и на фурнитуре. Черный окрас, как и на клипсе. Но в защиту вот этого вот всего китайского благолепия цветного скажу, что на оригинале это точно так же быстро все улетает в миг. Но здесь это хотя бы будет не жалко потерять. Но существенный минус у этой клипсы, господа ножманы, конечно же, не в том, что она окрашена и рано или поздно облезет. На самом деле, существенный минус здесь, более-больше, чем окрас клипсы, это то, как она крепится к плашкам карбоновым. Заметьте, плашкам этого ножа. Крепится она двумя винтами. Не смотрите на то, что отверстие 3. 3 сделано, видимо, в расчете на то, чтобы сюда можно было поставить другую бенчевскую клипсу. Крепится она двумя винтами прямо вот так вот докидать через жопно прямо в карбон. На обратной стороне карбона нет никакой, а должна бы быть, нет никакой металлической площадки, в которую бы вкручивались винты. Ну и, конечно же, учитывая стоимость этого ножа, можно смириться и с остальными небольшими дефектами, которые мне, опять же, бросились на распаковке в глаза. Здесь, наверное, все-таки дефекты финиша и обработки, нежели какие-то внутренние дефекты клинка. Обратите внимание на его кончик, вот на это место. Вообще, в принципе, обратите на то, как финиширован клинок. Если присмотреться, тут есть и какой-то поперечный сатин, а, наверное, все-таки остатки от гриндера, да, от того, как его сводили. Потом есть стон вошь, и потом все это дело подполировано. Ну и вот здесь, хотя это кажется уже не так заметно, мне смущают какие-то вот такие вот темные полосы. Такое ощущение, что где-то либо его протерли, либо он об что-то терся. За оплашки он не цепляет, он здесь идеально становится по центру. Либо он где-то лежал, либо в каком-то граффити его искупали. Ну вот какие-то тут есть вот такие вот непонятные разводы, которые немножко бьют по эстетической нажиманской составляющей. Моей, во всяком случае. В остальном, а особенно для своей цены, сделано очень-очень хорошо. Ну, единственное, что вот, может, карбон надо вот так вот разобрать, и внутри пройти по ребрам, по внутренним слегка островатый. Снаружи карбон вскрыт хорошо. Красивый такой благородный прям рисунок. Дорого-богато мне смотрится. Самое главное, самое главное, я вот так вот обсмотрел весь нож, на нем нигде нет ни сколов, ни трещин, ни дефектов, ни ковер. Ну и, господа нажиманы, конечно же скажу, что эта карбоновая рукоять очень тепло и ламповая, и комфортно лежит в руках. Да, она не такая цепкая, как, кстати, пластиковая на оригинале, зато она и не такая холодная, наверное, будет, как титановая. Ну и, господа нажиманы, клинок. Да-да-да, тот самый бенчовский, багаутовский клинок, благодаря которому этот нож можно зело рекомендовать, как резачок, как вот такой вот, очень легкий, очень компактный, при этом очень удобный, и очень резучий резачок на каждый день. Такой вот получился колобур. Потому что 2,2 мм толщина клинка с высокими спусками, да, не от обуха, но с очень высокими спусками, голомень тут можно сказать, что номинальная, с небольшим фальшлезвием, которые заканчиваются вполне себе вменяемым сведением. 0,5 по всей длине и 0,6 на самом кончике. Кто-то скажет, о-о-о, не, ну не бритва. Вот если бы 0,4, а лучше бы 0,3, ну да, если бы до кобы, но тем не менее, господа нажиманы, скажу, что в противовес репликам в одном из моих обзоров, блин, да он с таким сведением 0,4, резак. Нет, господа нажиманы, нож с клинком в 4 мм и сведением в 0,4 мм, нет, это не резак, это просто топор с тонким сведением. И он будет резать гораздо хуже, чем вот такой вот образец с клинком 2,2 мм и со сведением в 0,5. Именно благодаря тому, что вполне себе вменяемое сведение будет хорошо врезаться на первоначальном этапе, а тонкий клинок будет хорошо проходить материал у вас при последующем резе. Это моё личное ню относительно геометрии толщины сведений, а относительно ножа скажу, что чуть-чуть приложить ручонок к этому делу и засверкает, заиграет так, как надо. Ну, вот такие дела. На этом всё. Всем пока.